МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...что возглавляет комитет, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ну, а сейчас я рада приветствовать в нашей студии председателя правления Российского исторического общества Руслана Гакуева. Руслан Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, организационный комитет по подготовке празднования создан был по поручению нашего президента Владимира Путина. Какие задачи поставил глава государства? Вы знаете, сегодня довольно много говорили о тех мероприятиях, которые запланированы, о тех задачах, которые поставлены перед оргкомитетом. Конечно, главное это и помощь блокадникам, жителям блокадного Ленинграда, которые дожили до наших времен. И, конечно же, сохранение памяти об этом событии отечественной истории, о тех уроках, которые нам дает блокада, о том примере героизма и мужества, которые дали нам всем блокадники. Какие мероприятия запланированы и пройдут в самом Санкт-Петербурге? Большая часть мероприятий совершенно верно состоится в Санкт-Петербурге. Сегодня об этом довольно много говорилось. Вот выступал губернатор Петербурга. И то, что услышали, говорит о том, что прежде всего будет оказана довольно большая помощь ветеранам, жителям блокадного Ленинграда. Именно на это будут направлены очень большие усилия. Порядка 60 тысяч блокадников получат специальные юбилейные знаки, подготовленные к 80-летию окончания блокады. Конечно же, будет оказана большая материальная, социальная помощь. Волонтеры будут достаточно активно оказывать поддержку жителям блокадного Ленинграда и ветеранам. Обо всем этом сегодня подробно на заседании Оргкомитета говорилось. Конечно же, будут и традиционные мероприятия, которые связаны с возложением цветов на Пискаревском кладбище, с зажением огня на растральных колоннах, с салютом, который будет в честь снятия блокады осуществлен. Обо всем этом сегодня довольно подробно говорилось. То, что касается мероприятий, которые пройдут по линии Российского исторического общества. Расскажите об этом подробнее. Что запланировано? Знаете, здесь можно говорить о целом комплексе мероприятий. Я, наверное, скажу о наиболее важных, наиболее значимых. Прежде всего, это создание мемориального комплекса, посвященного мирным жителям Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Еще в 2021 году Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество обратилось с соответствующей инициативой к президенту страны о создании этого мемориального комплекса. Инициатива эта была поддержана. И в том же году, накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны, был закладной камень заложен в Ленинградской области. Почему именно в Ленинградской области? Я думаю, что наряду с блокадой Ленинграда, о которой мы говорили, важно также помнить и о тех событиях, связанных с геноцидом советского народа. И Ленинградская область, к сожалению, имеет к этому очень прямое отношение. В годы Великой Отечественной войны нацисты на территории области создали ряд лагерей. В частности, в Гатчевском районе, в котором содержались и военнопленные, и мирные жители Советского Союза. И вот в связи с этим, увековечивание их памяти таким мемориальным комплексом, с нашей стороны, я думаю, будет такой достойной, важной данью памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны от рук нацистам. И не случайно для этого выбрана именно Ленинградская область, Гатчевский район. Кстати, с инициативой о том, что это место мемориального комплекса будет именно в Ленинградской области, выступил губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Сегодня он, кстати, тоже выступал и подробно рассказывал об этом. Помимо этого мемориального комплекса, конечно, планируется проведение и многих других мероприятий. Многие из организаций членов Российского исторического общества запланировали разного рода мероприятия на базах музеев, архивов, высших учебных заведений. Довольно много мероприятий. Одной из таких главных площадок станет Институт истории Санкт-Петербургской Российской Академии Наук. Там запланировано и проведение ряда конференций, и выпуск документальных сборников, в том числе и писем блокадников. Ну и само Российское историческое общество в рамках своей деятельности также этому будет уделять большое внимание. У нас уже сейчас юбилей 80-летия снятия блокады Ленинграда одна из наших приоритетных тем в нашей деятельности. Фонд Истории Отечества, который руководствуется приоритетами российского исторического общества, при проведении конкурса будет уделять большое внимание проектам именно по этой теме. И ряд наших конкурсов ежегодных мы как раз таки посвятили теме 80-летия окончания блокады Ленинграда. Это конкурс «История в школе. Традиции и инновации». Конкурс фактически на лучшего учителя года в России. Именно по истории. Да, по истории. Именно эта тема будет главной. И конкурс на лучшее историческое эссе среди учащихся старших классов и студентов. В чем вообще, по-вашему, будет главное отличие празднования 80-летия этой даты? В чем будет отличие празднования от предыдущих юбилеев? Вы знаете, здесь, я думаю, важно обратить внимание на текущие наши события. Здесь параллели очевидны. Вот в январе этого года на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, с блокадниками, с представителями общественных организаций, президент России Владимир Владимирович Путин как раз-таки обращал внимание на очевидные параллели с теми событиями, которые происходили 80 лет назад, которые происходят в наши дни. Сегодня об этом же в своем выступлении говорила Валентина Ивановна Матвиенко. И, безусловно, вот как в те годы коллективный Запад, представители разных стран Западной Европы участвовали на стороне нацистов в Великой Отечественной войне, в том числе и в блокаде Ленинграда, так и сейчас коллективный Запад своей блокадой пытается вот сломить, надавить на Россию, оказать на нее давление в нужном для стран Запада направлении. И именно об этом говорил президент, именно об этом сегодня говорили ряд членов Организационного комитета. Я думаю, что тот пример мужества и стойкости, который нам дают все защитники Родины Великой Отечественной войны, и особенно защитники блокадного Ленинграда, как нельзя лучше показывает нам пример того, как необходимо противостоять таким событиям. И, безусловно, вот на фоне всего происходящего, сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда одна из главных задач всего исторического сообщества. Спасибо, Руслан Григорьевич, за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Напомню, что о подготовке к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы говорили в прямом эфире с председателем правления российского исторического общества Русланом Калкуевым.